Сегодня 31 марта. Я изменил конструкцию и сейчас покажу эти изменения. Сверху я расположил для сбора статики. Почему-то видно, что система более устойчиво работает, когда электролизуются какие-то сборники статические. Потом я поставил пружинку для нагрузки, как индикатор, чтобы система работает под нагрузкой. Здесь на кончике небольшой магнитик. Сейчас я ее запущу. Да, магниты лучше располагать наборными. Больших и меньшего диаметра. Сейчас я его немножко запущу. Я ее немножко успокую. В данный момент магнит выполняет роль нагрузки. Можно, конечно, обеспечить трением. Это как демонстрирует о том, что если бы были только инерционные силы, то, естественно, система бы остановилась. Очень быстро. Посмотрим теперь на продолжительность вращения. Это говорит о том, что работая под нагрузкой, сделать самозапитку, в общем, несложно. Потому что у нас есть избыток энергии. Взаимодействие с поле, превращение ротора, магнитное поле уплотняется. Слышно, как все электролизуется вокруг. И поэтому какие-то статические зонтики только улучшают работу. Естественно, здесь нужно и заземление, чтобы, наверное, был какой-то ток заряда. Ну, а самое важное, это то, что мы можем под этими круглыми магнитами расположить катушки. Продолжение следует... Два магнита взаимодействуют на притяжении, это видно. Идет как бы торможение. Тем не менее, система сопротивляется торможению и работает. по моим наблюдениям, при наличии статического электричества система работает дольше. Продолжение следует... 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 при минимальных оборотах идет явно выражено что идет наводка дополнительная ЭДС и система продолжает вращаться при других комбинациях магнитов система при определенных вращается дольше при других меньше очень чувствуется что когда идет вращение ротора то магнитное поле как бы уплотняется это также проявляется на стружках сейчас минимальная скорость обороты теряются быстрее чем остановка процесс остановки занимает дольше и Я хочу дождаться остановки, полной остановки. Продолжение следует...